Приветствую всех заглянувших! В этом видео мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями о недавно прочитанной мной книге Суреша Вайдья «Острова, залитые солнцем». В данной книге индийский писатель и журналист, которым является Суреш Вайдья, повествует о своем путешествии на Андаманские и Никобарские острова, расположенные в Бенгальском заливе и территориально относящиеся к Индии. Данное путешествие было предпринято им в конце 50-х годов 21 века. Книжица совсем небольшая по своему объему. В ней всего 12 глав. Из них 8 глав, примерно 8-9 глав, посвящены Андаманским островам, а 3-4 главы отведены Никобарским островам. К моему стыду до знакомства с этой книгой я никогда не слышала ни про Андаманские, ни про Никобарские острова. Хотя я с географией дружу и, в принципе, не хочется хвастаться, но довольно много странно-здорового знаю. Но вот я рада, что получилось открыть для себя новый такой уголок планеты, который до недавних пор был для меня неизвестен. Как только я увидела эту книгу, ознакомилась с аннотацией, я ее сразу же приобрела, и практически сразу же она была мной прочитана, отодвинув на второй план мои книжные другие хотелки. В книге автор очень интересно и живо повествует о своем путешествии, как было уже сказано мной немного ранее. Он рассказывает о том, как довольно сложно было организовать это путешествие, потому что туризм на Никобарские и Андаманские острова носит довольно ограничительный характер, так как когда Индия и эти острова находились под британским владычеством, на этих островах была основана каторжная тюрьма, куда ссылали различных заключенных. В основном тех, которые пытались сделать от Индию независимой, в народе данные острова получили дурную славу и были прозваны темными водами. В принципе, в книге показывается, как от темных вод, которыми раньше являлись эти острова, они превращаются в острова, залитые солнцем. То есть название книги говорит само за себя, как они становятся новыми, становятся другими, чем были. В книге, конечно же, имеются некоторые моменты, которые меня напрягли при чтении. Допустим, подробное описание убийства черепах, охота на черепах и такой неэтичный момент, когда начальник полиции просит ловца, ловцов на черепаху бить еще одно, потому что он не успел запечатлеть на свой фотоаппарат момент, когда один из ловцов кинул гарпун, бросил гарпун в черепаху. Также сцена убийства черепахи. Имеется сцена убийства, охота на крокодила тоже. Для меня, для человека, который все это не любит, меня это немножечко, конечно, напрягало при чтении, но все равно такая информация воспринималась мной с интересом. В книге совсем нет иллюстраций, они отсутствуют напрочь, но при этом автор настолько изумительно описывает природу тропиков, все эти закаты, все эти рассветы, все эти безлюдные пляжи, что в голове просто возникает картинка, плюс мной были подсмотрены фотографии этих островов, пусть и современные, но все равно это в гугле. Это помогло мне более ярко в своем воображении рисовать все эти картинки, все эти изображения, всего того, что описывает Суреш Вайди. Книга мне очень понравилась, и я провела с ней немало незабываемых минут, плюс можно сказать, что эта книга была спонсором моей бессонницы. В будущем мне бы очень хотелось в итоге посетить эти острова. Кстати, опустила такой момент, в книге имеются антропологические изыскания, скажем так, то есть небольшие описания племени Онгхи, это коренное племя Андаман, и имеются ссылки на книги Лидио Чеприани, это итальянский антрополог. В 50-х годах он несколько раз бывал на Андаманских островах, жил в этом племени, и труды своих изысканий, своих впечатлений он опубликовал в нескольких книгах. И вот я себе заказала одну из его книг на английском языке, к сожалению, на русский ничего переведено не было, она уже практически едет ко мне, и я в предвкушении от того, что знакомство с Андаманскими островами, оно продолжится и немножечко углубится. В принципе, это всё, что я хотела сказать. Буду рада, если кому-то данная книга... У кого-то тоже проснётся желание ознакомиться с данной книгой, и она ему также придётся по душе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!